Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в восьмой выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Предыдущий выпуск был предпраздничным, поэтому прогулялись по шести локациям, выполняя квест на ёлку и собрали нарядную у себя в схроне. Кроме этого, удалось попутно найти недостающие пачки сигарет для механика и закрыть квест «Вредная привычка». Александр, Денис, Ли и Рок, Ocean of the Meme, Анархист, Элемас, Туфри Инферно, Иван, Кирилл и Ярый. Огромное спасибо вам за тёплые поздравления и щедрую поддержку. С Новым Годом! Всем приятного просмотра! На сегодня в планах сделать два квеста, т.к. обязаловка и один, если получится, бонусом с собой забрать. Первый – это будет садоводство, часть третья. Найти склад конфиската на таможне, найти груз с видеокартами. Находится это в офисах Таркона. Второй квест «Операция Водолей», часть вторая. Мне необходимо убить диких на таможне. 14 осталось, а с 15. Одного уже цепанули. И компромат квест хочу попробовать сделать. Необходимо найти защищённый кейс для документов 0031 во времянке на таможне. Ключей у меня, к сожалению, от этой времянки нет. От офисов есть, т.е. там видеокарты заберём точно. А тут будем надеяться либо на нахождение ключа в рейде, либо на то, что уже кто-то откроет эту времянку. Возможно, кто-то ещё делает этот квест. Если он попадётся в нашем же рейде и откроет нам её до того, как мы там появимся, будет прям замечательно. Хотя можно первый рейд пойти за дикого прогуляться на ту же таможню, например, по курткам в общагах похлопать. Может быть, мне посчастливится этот ключик найти, да? Давай, наверное, так и сделаю. Пойду за дикаря на таможню днём и посмотрим, что из этого выйдет. Мне просто нужно будет посмотреть по курткам, поискать ключи. Много времени мне для этого не понадобится, так что быстренько всё это сделаем и пойдём за ЧВКДу даже на таможку. Так, время у меня 15 минут. Чё там было? ЖД к порту, ворота на старой дороге, ЖД до Таркова. Ну, ЖД к порту, тогда там и выйдем. Если добежим, конечно, чё у нас там есть? Общага 203 есть. Это уже что-то. Там у нас сейф. Если никто ничего ещё не вскрыл... Там, может быть, сейчас получится ещё что-нибудь сделать. О, это заводские, что ли? Какие-то заряженные там двигаются. Так, давай через пару тайников тут. Понятно. По тайникам смысла, походу, уже нет, да? 15 минут до конца. Лучше сразу в общагу. Получается. Так, выпек. Включаем. А если чё, будем... Сердечно с Новым Годом поздравлять. Вот так вот. Со второго, пожалуй, начну. Вроде тихо. Ну, на подходе, когда был, кто-то с пистолета стрелял. Так что обольщаться не будем. Опа. Ой-ой-ой, какой красивый автомат. Почти пол-НПС, походу, с ним похожу. А то там седьмой калибр. Точнее, 7 миллиметров дробь. А ещё и помпа. Радует, конечно, что есть хоть какой-то бронежилет. Что-то пустовато как-то. САС-диск. Хорошо. САС-диск нам нравится. САС-диск нам нравится. А лампы можно не брать, я, по-моему, свет уже сделал. Надо было в убежище заглянуть, что-то я сразу рванул. Вред. Там же я кое-что ещё на варку ставил. Время поджимает. Пойду лучше по курткам, не буду больше картотеки смотреть. А, тут уже понятно, похозяйничали. ЧВК похозяйничали. Кто по нему стреляет? Трехэтажку не дадут, да? Утануть. Пардон, месье. А, понял. Я тут кто-то уже шуршанул нормально так. Точняк. Сейчас всё толкнул и в стримбар. Так. А в самой общаге, видать, не шуршали, да? Ремешочек, конечно, у меня. Скромненький. Инструмента нет, спасибо, не надо. Так. А, куртки не здесь. Здесь картотека, куртки вверху. О, панечки. Опа. Ну, и спецтехника, понятно. Ну, давай, пожалуйста. Свои, свои, не стреляй. Здорово. 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 А, здесь что-то, привет. Я, я на первый раз. Давай. А, этот ключ, этот же. Как его? Квестовый? Точно, точно. 203. Я его перепутал с 204. Тут нет никакого саифа. А тут, блин, всё уже обчистили. Проходной. От той. От двухэтажки. А где здесь куртки были? Это же были. Да? Нет, тут нифига. О, давай у товарища послушаем. Есть, может, ключик. Слышь, браток, ты где? А вот тут вот переплакочный был. Слышь? Ну что? Алло. Неслохой день, господа. Надо аккумулятор стараканить. Слышишь, братец? Алло. Слышно? Не Алло какой-то. Ну и пошёл тогда, куда шёл. К этому выкинем. Ладно, пошёл я туда домой. Пусть оно есть, как есть. Аккумулятор тогда вытащим. Никому не скажем. Думал, у него поинтересоваться, этот ключик. А он что-то не алло. От временки от которой. Где же я его встречал, блин? Где-то были моменты, где я находил ключик тут. Но это надо по курткам смотреть. Сто пудово. В куртках, в диких. Так что, наверное, я лучше сейчас за ЧВК выскочу. Спешить никуда не буду. Мне нужны будут дикие в любом случае. Будет крайне даже хорошо, если я заспаунусь где-нибудь на той стороне. Заводской. А, у меня не здесь выход. А что, давай я разгрузку тогда с тараканем. Даже патроны вытряхнули с него что ли все или он расстрелялся. Так, у меня выходы на этой стороне. Это ЖД к порту и ЖД до Таркова. Вот это вот ЖД, который на той стороне за мостом этим бетоном. Она как раз один ее конец. Вот это вот в сторону порта. А противоположная как раз в сторону Таркова. Так что мне можно как на той, так и на этой стороне выходить. Раз уж я уже здесь пошел. Как не вовремя выносливость кончилась. Тогда здесь, пожалуй, я и выйду на углу. Ну ничего, аккумулятор по авторему, да, для терапевта вынесем. Он с галочкой, все, красивый. В упаковочке еще, можно сказать. Вот тебе и выход. ЖД к порту. Если идти вдоль этой ЖД, то уперешься как раз до выхода ЖД к Таркову. 12 минут, полторы тысячи. Ну зато квестовый предметик я себе стараканил. 203 ключ, по-моему, у меня имеется. Что я взял? Я ключи себе, в общем, взял. От офисов таможни для квеста с посылкой от общаги. Меченки, общаги 220. Там сейф есть в комнате. Офис АЗС, там тоже сейф есть на заправке новой. Если будет возможность, то туда заглянем. Посмотрим, может быть, получится флешку вынести для лыжника. Так попутно закроем какой-нибудь квестик еще. Идем за ЧВК на таможню. Идем в 1353. Страховать буду пушку, ушки, броню. Наверное, шлем тоже можно будет страховать. Ну и мешок застрахуем. Все, надо дальше. Дальше все дело наживное. Если что, будем свое скидывать и надевать там, что по цене, если найдем. Даже, наверное, несмотря на то, что где я заспавлюсь, буду спокойно себе ходить по локации и прогуляюсь чуть-чуть. А то если я сейчас голопом буду бежать в офис Таркона, либо если в общежитии побегу сразу, то, скорее всего, там завяжется бой. И не факт, что я в нем выживу. А так хотя бы диких настреляем. И будем уверены в том, что хотя бы один квест за сегодня точно закроем. Там уже можно будет лазить, где попало. Так, не к силу, не к городу, короче, у меня, да? Вот так вот Тарков со мной получается. Ну, как бы хорошо было бы мне на скалах там, чтобы диких посмотреть. Может, на ту сторону и двинуть? Ну, это как пить дача. Спауны слева и справа и отовсюду. Нехороший спаун. Не нравится он мне. Чуть ногами в землю не вытывался, не выткнулся. Понял. Хоть прям в общагу беги сразу, да? Такой спаун. Провокационный. Так, а выходы в какой стороне у меня? За каналом или тут? За... Каналом. Значит, в первую очередь будем тут пастись. Попробую сразу же к директору в гости заглянуть. Никому не говори. Ага, тут уже есть тут. Ну, на. Давай! Получится так, по-худрому сделать. Опа, очки. Походу, я все-таки сюрф. Блин, он там будет шариться, короче, и не выпустит. У меня выходит так. Пистолетчик. По-моему, сломал я его. Так, заряжать придется вот таким макаром. БПшки. БПшек у меня немного бросит. Поэтому пока так. А что я ключ МЧС не посмотрел, правда? Приехал, пацан. Ключа нет. А, он еще. Да вы уже дикие, хорошо. Ой-бай, папич. Зря ты так. Так, понятно. Лучше... Или это дикий прибежал? Я не понимаю. Сейчас просто дикие ведут себя... О, может, это Дед Мороз прибежал? Да, нафиг, я не буду проверять. Мне ЧВК не нужны, так что все эти зарубы... Чисто развлечения ради получается. Жибрдек, это дикий якос. Нормально. Не зря пришел. Развернулся, точнее. Мамана. Процесс идет потихоньку. Ну что, он раз там обычный. Пойдем покошмарим. Картошка была. Разрядить. А, у него патрон. Ну ладно, нам не по-дикому. По-дикому какая разница, да, с чего стрелять? С кого патрона? Чем хуже, тем интереснее. Ну, чисто опыт собрать, что ли? Шуманул он. Нафиг, не буду ничего брать. А то сейчас наберу кучу всякого. И буду потом тяжелый просто ходить. А это нежелательно. Убачки. Пацаны, я, ну что ли? Хорош, хорош. Пробежали, у ворона любопытные. Ухьет, граната! Дед! Мороз! Есть. Попал. Хе-хе-хе-хе. Прикольно. Надо патронов докинуть. А то будет не прикольно. Как раз бы Паша к децилу осталась. А это все дикие подбегают откуда-то. Где-то еще один. Это кто? Дед Мороз? Нет. Вон он наверху. Хуяр, медведи! Давай, давай. Откуда они берутся? Прошло три года. Блин, живут. Вот он все. ПС-ки зарядил. Живучие стали. Приехал. Приехал. Намана топоры поехали. А, так я четвертый класс керамику стрелял. Поэтому он отказался сотрудничать. А как сделать? Только так, если... Не, ну нормально, просто на одном месте крутишься на этих сиськах и все. И спокойно наяриваешь себе квестик. Я уже, наверное, человек 10 тут подстрелил. Порядка, когда бывает, что нужны дикие, и тут диких тебе орда просто приходит целая подряд. Или просто тут сидишь, и они спавнятся, приходничку приходят. У меня пока все устраивает. Все нормально. Какого-то сейфа. Слушай, ключ. Заберем. Так. Хотя с ТП я сейчас, наверное, поинтереснее патроны найду. Там же один с СГС-кой лежал у меня. Это агрегат у него еще там. Пришпандорин. Во, АПС-ки, то, что надо. Этого мы смотрели. Пойдет. Что у нас там по задачам? Троих осталось. Нифига я нафарбил. Можно уже по большому-то идти в сторону выхода. Тут уже на совесть поработали. Сейчас этого пацанчика еще хочу пострелить. Общага 303. По-моему, ни о чем ключ. Все, понял. Как пойти тогда? Через старую заправу или через... Давай, через старую, наверное. Да, я тут как раз по пути сейчас диких добью. Посмотрю времянку и зайду в общежитие. И сообщак потом пойду, если все это время буду живой. Пойду потом уже на Таркон и оттуда на выход. Так и сделаем. А, 114-я, по-моему, у меня ключ тоже нужен будет, да? А он как раз после... Постреляют на заводе, слушай. Твою медь. Вот он, квестовый ключ, и его я возьму, спрячу в подсумок. Так, тогда потом и не пойду в стороне. Лучше по этой пойду. Здесь побезопаснее вроде как. Кто-то там что-то глушенное стреляет. И ответку дает. Но ответку, возможно, дикий дает. Но вот по нему. Кто-то с глушителя шпилит. Я более чем уверен, что на старой заправке. Дикие были бы как раз в штуке 2-3. Пофиг. Мы сейчас вот здесь тогда посмотрим. На старой. Этой самой. На остановке конечной автобусной поглядим. Там трутся дикие. Нет-нет. А, они сюда перебежали диких стрелять, да? Возможно, уже... Ой, конечно, 17 минут. Уже дикие эти челоботы подъехали. Что-то здесь. Да. Ну, это... Что-то здесь. Спасибо. о прохоровата и не подумал но так 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 что-то тут нездоровая какая-то лажа как по мне или нормально или нормально так этого граната его положил так точно двоих осталось не нафиг я там на таможне там что-то какие-то эти бегунки меня смутили в обшаге в двухэтажке пусть они там своими делами прикольно занимаются рисковать лишний раз ради абсолютно ненужного чувака глупо сейчас мы тут по пути двоих достреляем как раз заберем а я временку же не построил блин это плохо или уже докачаться до барахолки а потом уже идти спокойно покупать ключ и открывать эту временку чем вот это вот все как считаешь я думаю так будь правильней показалось сидит тут на ВСРФ глянем что кого я не вижу никого а тогда в гаражах либо на Тарконах там сейчас цепанем кого-нибудь с собой уж двоих диких на этом берегу я думаю точно встретить реально ну а если нет то пойду на выход ВСРФ не не видать движений или мнение по шарам или там штаган тут по-моему такая же петрушка ладно пошли заберем эту посылку тогда все последний остался как он вовремя пришел о пауэрбанк ломано слушай он же мне для варки дефибриллятора понадобится спрячу сразу там егерь будет мне запрашивать квест даст в общем на дефибриллятор один он нужен будет с галкой как раз для варки этого дефибриллятора нужен будет пауэрбанк да ну ты че да мирко шуруп наказал в челюсть попал зачем я присел надо было дальше двигаться как двигался в сторону хотел технично сделать думал думал он в голову будет струлять но попал в челюсть бывает че о да все я смотри на пятнадцатом левеле я открыл барахолку нормально нормально теперь я беру этот ключ и точно закрываю этот квест сегодня квест только бизнес второго уровня лояльности с барахольщиком достигнуть чтобы нужен семнадцатый уровень а я на пятнадцатом подготовка к утреннику найти в рейде и передать шапки санта клауса шапки деда мороза накладную бороду водосборник у меня построился можно установить его сваду второй уровень пока верстак нужен готов собрался скромный бронеразгруз взял автомат 105 взял чуть-чуть на него повешал там трофейных всяких приколов это 105 который мне дикий принес трофейный в том числе ключ от офиса таможне взял и ключ от временки на заводской территории все больше мне в принципе ничего не надо поехали еще раз на таможне за чвк на таможку в 7 а можно 19.43 чтобы по красоте да я там долго в принципе не собираюсь лазить так что 19 даже атмосферненько будет более беркут страхуем и погнали планирую залететь сразу же в офис забрать папку точнее коробку с видеокартами для механика по пути где-нибудь шмальнуть одного дикого залететь во временку которая на заводской территории забрать там папку и все идти на выход где бы я не появился на карте мне без разницы в любом месте мне будет удобно все будет по пути понятно появились возле заправки это прикармане наушники разор суда это науши с пучки забирать все погнали значит нужно будет попасть сейчас как мне удобнее будет наверное здесь все таки будет удобнее быстрее комфортнее и правильнее отсюда с этой стороны сейчас залечу ничего смотреть не буду ничего лутать не буду мешок так чисто для приличия на случай всякий так то он на плечи пока пустой не давит по крайней мере дикого уже завалили на крыше сейчас ё-моё это это что такое было лутаться не буду сам багажник пить думал голова чего торчит этот пенек во время внедряемся да чтоб тебя все ноги разодрал надо на это времяночка так это что было на трубе что-то я не глянул не на трубе да это на трубе было надеюсь позволят мне а понял вот она папка 0031 квестовый предмет имеется ой это чувака был готова и идем за последним квестом стреляют что лично пойму сейчас в аккурат лоб в лоб должен столкнуться с ребятами которые с той стороны будут валить да я ворот тихо а нет лантушка лежит куксу быстро тут происходит ядрик колотит перекресток трейлерный и прочие прелести которые на той стороне вот там мы в аккурат и выйдем здесь получится ай как красиво слушай вот это на превью можно забацать лома она быть лома даже просто нико х не touchdown так заходи говорит не бойся выходили плач понял он там кто-то трется поэтому что правильно как-то мы говорили палец да показывает точно соврали а тут не было никого вот это глюны лучше кинуть гранату и потом спрашивать кто там давай давай что-то не стесняйся чувствуя как дома не забывать что в гостях плата так вот она коробка моя квестовая а вот она он сейф которым флешка ждет меня да флешек нет говорит остались только и создать заберешь заберу хотя бы с вот так сделаем на звездочки дома еще есть лиц не хворить надо ой все нужно и ладно теперь можно и домой и 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 у вас пацаны но я понял тебя все не базарю нафиг дп мне не нужен там такой жесткий да да конечно конечно бандероль кто-то жалко блин нет нафиг не буду я не хочу не буду сам там без меня как-нибудь повоюешь ай прицел не успел зацепить пойдет 10 минут 11 почти 1800 опыта и 3 квеста в кармане какого-то бировца я еще смотрю у него что-то руки голые думаю что не может быть оказалось на самом деле там какой-то тип стоял в итоге славно поработал чвк быстренько все сделали компромат квест мы закрываем передаем кейс и завершаем квест рожки для мороженого он не выдает ни одного у меня нет один был этот я использовал на оружейника но это не страшно будем убежище сейчас пробовать варить эти рожки для этого мне понадобится 2 уровня санузел для терапевта есть операция водолей часть 2 15 диких настреляли сегодня ну 14 окей завершаем квест забираем награды и радуемся жизни и садоводство третья часть передать груз с видеокартами груз мы вытащили передаем отлично закрываем квест садоводство часть 4 найти в рейде 43 видеокарты и 8 процессорных кулеров один кулер у меня имеется значит имеет смысл отправить дикого на развязку чтобы он пошуршал по компуктерам и принес мне 7 кулеров ну и желательно одну видеокарту где-нибудь найти в рейде а две оставшиеся я потом получу за выполнение квестов подъезжает один из самых жестких квестов по моему мнению в таркове это стрелок от бога с расстояние не менее 100 метров в лесу на резерве на берегу и на таможне нужно будет убить в голову по 3 чувака давай в общем не будем тогда тормозить сразу отправим дикого на развязку посмотрим получится ли притащить ему какие-нибудь приколюхи хотя бы кулеры пусть пронесет а остальное так где-нибудь надыбаем может быть на маяк походим на вкусные местечки где видеокарты спавнятся по моему проще найти видеокарту с чем на развязки вообще предметов предостаточно еще искать можно будет за дикого как раз и отправлять все это дело искать да а за чвк параллельно делать какие-нибудь другие квесты где дикий не может ничем помочь так 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 времени 14 минут всего далее свои наверно питание подали значит чувака погуляли нормально так в центре наверное и смысла не час что-то искать хотя смысл есть всегда на самом деле не всегда ребята смотрят внимательно где-то может быть в потемках не примерят ценность какую поэтому я начну с идеи и как раз мне хватит этого времени чтоб прошуршать немножко тут по компьютерам в офис потом зайдем гашана если получится в офис оле залетим потихоньку найдем то что интересует может быть потому что нет понял главное все это быстренько делать ну что не отвлекаясь поехали в гашан вот тут в офисах сейчас еще пошуршим 7 кулеров нужно и 3 видеокарты смотри а тут не лутана видимо да чисто ган это хорошо но больше всего компьютеров на стороне где воли это стена но там как правило все уже блины тут что ничего нету все уже вычищают понял так вот прямо прямо через офисы ой через кассы кассы офис ували пойду блин красный таймер уже да ну вроде только загрузился блин дверь открыта кто-то лазил уже вот и так где планировано М-м-м, да, ну ж. Что-то мне подсказывает, что вряд ли я тут наберу чего интересного. Можно было, наверное, сразу наверх куда-нибудь идти. За каким-нибудь газаном. Можешь и правда за газаном очухнуть. Наверх туда в теклайт подняться попробовать. Что-то тут эти... Как-то не того всего. Неправильно это все. Пацаны! Чего по газанам? КОНЕЦ 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 Какая-то волына какая-то страшная. Страшная. Разобранная. А почему? Опа. Реле. Нет, нифига. Что-то какие-то приколы там. Нормально. Хардишка. КОНЕЦ Да и все. На елы-палы. Зря прискакал. Зря прискакал. Зря прискакал. Свеча. Не помню. Все собрал. Нет? Лампы не нужны. Лампы не нужны. А это ничего не нужно. LCD целый. По-моему нужен. О, кулер. О, кулер. То, что надо. Еще LCD. Джифон. Так, заигнорили короче. Пусто. Четыре минуты осталось. Ну, хотя бы вдоль КАС пробегусь. Ну, хотя бы вдоль КАС пробегусь. Погляжу. 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 А вот чей-то. Автомат, да? Погляжу. Погляжу. Пог � новогоS Initially . так только галопом пробежаться нормально чё прибарахлились децил свои я испугал не буду ее глядеть хотя можно было бы посмотреть что там в ликих интересного пошел домой вот это поворот а пустой чувака смотрели пару кулеров тоже так-то на дереве не растут или сколько я один нашел команды а мне один всего нашел один кулер ну и ладно главное что планы на сегодня были выполнены все три квеста которые запланировал все три квеста выполнил так для второго уровня мне нужно это что за дичь набор швейный улучшение займет три часа как раз к следующему выпуску все будет в ажуре и может быть я через часа три зайду и начну тихоньку варить эти магазины чтобы время сэкономить чтобы начать следующий выпуск уже с того что я буду закрывать квест от прапора эти рожки для мороженого так будет наверное даже правильнее наверное обогрев имеет смысл сейчас поставить закупить тут нужно будет всего лишь одно сухое горючее оно не очень дорогое все остальное у меня есть и спички зажигалки рубли и даже выносливость есть все запускаем два часа и обогрев у меня будет еще бы я хотел генератор 2 уровня запустить тут надо будет вентиляцию поднять и безопасность до 2 значит безопасность для 2 нам нужно только тротиловая шашка одна готова три часа а для вентиляции 2 уровня нам нужно блин вот эти вот штуки нужны опять смотри ладно купим черт бы с ним все для вентиляции тоже все закупил тоже 3 часа время необходимое для постройки к следующему выпуску будем запускать генератор 2 уровня на сегодня пожалуй хватит хорошо получилось сегодня побегать думал будет тяжелее так как праздники и так далее толпа народу будет а нет нормально все на локациях ситуация стабильна народу в пределах нормы квесты делать возможно всем спасибо за просмотр за вашу поддержку надеюсь выпуск вам понравился всех еще раз с новым годом увидимся услышимся в следующих выпусках до свидания м м м м Субтитры сделал DimaTorzok